Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Признайтесь, не часто нам с вами удается наблюдать партии с классическим контролем времени, сыгранной на самом высоком уровне, в которых один из соперников переигрывает другого, получает уже большой решающий материальный перевес, но затем следует ряд упущений, и в итоге шахматист, который вроде бы должен был проиграть партию, невероятными усилиями все-таки вырывает победу и совершает таким образом камбэк. Конечно, такие партии действительно большая редкость, но сегодня мы с вами будем наблюдать именно такой поединок, который случился во втором туре супер-турнира, проходящего день в Хорватии. Белыми играл Ян Непомнящий, гроссмейстер из России, а черными американский шахматист итальянского происхождения, международный гроссмейстер Фабиано Каруана. В этой партии американский гроссмейстер решил черными разыграть вариант сицилианской защиты, от которого он очень сильно пострадал во время матча против Магнуса Каруана. Но, конечно, в поражениях Каруаны виноват не сам вариант, а чемпион мира, который его разыгрывал. Итак, Ян Непомнящий пошел Е4 в ответ С5. Если Каруан играет сицилианку, почему я не могу, подумал Каруана. Конь Ф3, конь С6, Д4, взяли-взяли, и после конь Ф6, конь С3, Е5, получается челябинский вариант сицилианской защиты. Очень мощное оружие в руках нынешнего чемпиона мира Магнуса Каруана. Конь Д, Б5, Д6, конь Д5, взяли-взяли, конь Б8, А4, слон Е7. Эта позиция дважды встретилась в партиях матча за звание чемпиона мира, который, напомню, прошел осенью прошлого 2018 года. И в обе партии играл Каруана белыми против Магнуса Карусона, партия номер 8 и 10. Например, в восьмой партии белые сыграли слон Е2. После взаимных рокировок конь Д7, Каруана сделал новый на то время ход слон Д2. В дальнейшем перевел его на С3, получил определенные шансы на захват серьезной инициативы, но в итоге их растратил. Партия закончилась в ничью, как и все партии с классическим контролем в том матче. Но здесь непомнящий сразу делает ход слон Д2, и в этой позиции это теоретическая новинка. Рокировка со стороны черных А5 и А6. Непомнящий играет конь А3 с целью перевести коня на С4, взять под контроль черную пешку Д6 и поле Б6. Конь Д7 сыграл Каруана, конь Ц4 и Ф5. Конечно, это плановое продвижение черных на королевском фланге в челябинском варианте с целянской защиты. Белые же играют слон Б4, нападая на пешку Д6, и черные защищают ее ходом ладья Ф6. Очень связно действует Каруана, после ферзь Д2 ставят ладью на Ж6 и не дает белым развить своего белопольного слона. Поэтому непомнящий вынужден двинуть вперед пешку. Черные же делают ход Е4 в центре. Х4 сыграли белые, Б5, после взятия на проходе конь бьет Б6. Конь А5 играет непомнящий, хочет вторгнуться на поле С6. Черные играют слон Д7. В этой позиции немедленный конь С6, это не слишком хороший выбор за белых, так как следует размен и Д5. Очень мощный центр у черных. После размена на Е7, взятие на А6, взяли, забрали, ладья бьет С6. Конечно, такие пешки дают черным определенное преимущество, защита здесь за белых предстоит очень трудная. В этой ситуации лучше всего все-таки было развиваться. Сыграть слон Е2, в дальнейшем на С4 поставить пешку, иметь в виду маневр H4, H5, либо передвижение слона на это поле. Но белые сыграли иначе. Непомнящий смело сделал длинную рокировку. И нужно сказать, что король на ферзевом фланге подвергся очень серьезному нападению со стороны американца. Слон F6. Вступление к очень сильной атаке на ферзевом фланге. В этой позиции, конечно, взятие на Д6 наталкивалось на слон Б2. Рентген по шестой линии от черной ладьи. Король белых вовсе раскрыт. И позиция, конечно, очень-очень сложная у непомнящего в этом варианте. Но лучше всего было сыграть С3. Конечно, российский гроссмейстер видел этот ход, ограничивающий чернопольного слона. Но все же не хотел ослаблять пешечную структуру рядом со своим королем. Поэтому сыграл конь С6. Конечно, в этой позиции сразу бить на С6 не очень выгодно. После ДС пешка Д6 в опасности. Лучше всего было отойти ферзем на поле С7. Но корона пошел ФЕ8. Король Б1 сыграли белые. Это типовой ход в таких ситуациях. Король Х8 сыграли черные. Х5, ладья Х6. И в этой позиции лучше всего было отойти конем на А5. Но непомнящий допускает определенную неточность, играя ФЕ3, нападая на коня. А тот идет на А4, нападая совместно со слоном на пешку Б2. Здесь белым лучше всего было не двигать пешки ферзевого фланга. Держать их на начальной позиции, защищаясь ходом слона 3. Но непомнящий ослабляется ходом С3. И дает шанс американцу сразу выиграть партию. В этой ситуации американский гроссмейстер Карвана должен был забрать на С6. После взятия на С6 забрать ферзем. Ладья бьет Д6. И после ферзь Б7 белые подвигаются очень серьезной атаке. Как по диагонали А1, А8. Так и по вертикали Б. Например, если сделать ход слон С4. То следует очень сильный удар слон бьет С3. Сразу же под боем слон на Б4. Ладья на Д6 может быть взята. Ну и пешка на Б2 является решающей слабостью позиций белых. Например, если забрать слоном, то бьем конем с шахом. Нужно брать ферзем, забираем на Д6. Лишнее качество здесь является решающим фактором для оценки данного положения. На А6 можно просто пойти ладья АД8. Мат на Ж7 не грозит. Взятие на Ж7 тоже ничего белым не дает. Ну а черные потихонечку реализуют свой материальный перевес. Но Каруана ошибается. Он бьет ладьей на Х5. Интересно, что на часах соперников было примерно по равну времени. Час 20 плюс-минус 5 минут. Но Каруана все-таки прошел мимо своего шанса. Забрал пешку. После взятия ладья бьет Х5. Ферзь бьет Х5. Черные напали на ладью. Но слон Е2. Наконец-то белые ввели в бой свою единственную фигуру, которая пока еще не ходила в этой партии. Ферзи Е8 сыграли черные. Король С2. Белые пытаются найти удобную стоянку для своего короля. Но все-таки ферзьевый фланг раскрыт. Х6 играют черные. И в этой позиции лучше всего было сыграть слон С4. Но белые ошибаются ходом ферзи Ф4. Конечно, нападают еще раз на фишку Д6. Но в этой позиции черные играют А5, нападая на слона. Если просто отойти, то тогда последует конь бьет С3. В принципе, этот же ход был возможен и на слон бьет Д6. На БЦ мы бьем на С6. ДЦ ферзь бьет С6. В этой позиции в случае ферзи Е3 с защитой пешки С3 может последовать ферзь А4. Ну и здесь слон так или иначе теряется. На король Б2, ладья Б8. Ну а если пойти слон Б2, укрепляя пешку С3, то ладья Б8. С целью пожертвовать качество, забрать на С3 и следующим ходом мат поставить. На ферзь С1 Д5. В этой позиции у черных уже решающее преимущество. Потому что у них и материальная компенсация за слона 3 пешки. А самое главное атака на ослабленного белого короля. Поэтому белые здесь забрали на А5 своим конем. И в этой ситуации черным лучше было сыграть слон Б5. Но конь бьет С3, сыграл Каруана и после хода БЦ слона 4. Конечно, американский гроссмейстер понимал, что белый король ослаблен. Поэтому и пожертвовал свою фигуру. И нужно заметить, что он во многом прав, так как большинство вариантов складываются в пользу черных. Например, конь бьет Б3, проигрывает сразу. Взяли, взяли, ферзи А4, король Б2, бьем на Б4, пешка связана, король отходит. Взяли на С3 и ставим мат. Поэтому белые избирают лучшее решение, играя король Б1. Взяли, взяли. Таким образом, у черных ладья против двух легких фигур. Но самое главное, атака на белого короля не заканчивается. Ферзь Б5. Угроза не только ладья бьет А5, но и слон бьет С3, подрывая опору слона Б4. Поэтому конь Б3, играют здесь белые. Таким образом, не помнящий одним ходом защитился сразу от двух угроз. Конь на Б3 защищен слоном, поэтому слон бьет С3 ничего не дает. Но нужно было забрать на Д5, нападая на слона. И в случае слона С2 пойти ладья С8, нападая на пешку. Далее белые, скорее всего, забрали бы на Д6. Взяли, взяли. Ладья бьет С3. В этом окончании белых ждет нелегкая борьба за ничью. Потому что у них две фигуры за ладью и целых две пешки черных. Причем пешечная структура черных очень опасна, крепка. И здесь, не помнящего, ждали нелегкие испытания. Но Каруана вместо того, чтобы снова поставить серьезные проблемы перед соперником уже в эншпиле, ошибается, играя слон Ж5. Он хочет поставить мат королю белых, но не помнящий защищается очень цепко. Он бьет пешку на Ф5, защищает свою центральную пешку на Д5. Ферзь Ф1, вторжение, которое заранее запланировал Каруана. Но ферзь Ж4, это единственная нормальная защита. Ладья Ф8, играют черные, нападая на Ф2 ладьей. Король Б2, бьют с шахом. И слон С2. Белые забаррикадировались на ферзевом фланге. И в этой ситуации Каруане пора было бы уже понять, что он, играя здесь только на ничью, поставить мат белому королю не удастся. Лучше всего было сыграть слон С1. Очень интересный ход после взятия Ферзь Ж2, нападая на слона. Если защитить его ферзем, став на начальную позицию своей сильнейшей фигурой, то ладья Д2, и все равно слона приходится отдавать. Поэтому лучше забрать на Д6. И после ладья бьет С2, король Б3, ладья бьет С1, белые сами дают вечный шаг своим ферзем по белым полям. Таким образом, партия заканчивалась ничьей. Видимо, это был закономерный результат. Но все-таки побеждает тот, кто меньше ошибается. А Каруана тут взял на себя слишком тяжелую ношу. Он играет Ферзь С4. И в этой позиции следует самая точная Ферзь Е6. Слоны Ф6 играют черные, угрожая взять на Б4, но контрольным ходом Ферзь бьет Д6. Непомнящий защищает еще одну свою фигуру, забирая важную пешку черных. Ладья бьет С2. Каруана действительно сжигает все мосты, жертвует качество, остается без фигуры. Ферзь Д3, король Б2 и Е3. Американцу показалось, что его проходная пешка будет сильнее пешки соперника. Но непомнящий доказывает, что в этой позиции лишняя фигура тоже кое-чего стоит. И играет Ферзь Е6. Последние несколько ходов российского гроссмейстера, это чуть ли не единственные возможности сыграть на победу. И действительно, он своего шанса не упускает. Черные играют Е2, король А3. В этой позиции ход Ферзь Д1 ничего не дает, ввиду С4. И поле Е1 под надежным контролем двух белых фигур. Поэтому слон Ж5 сыграли черные. Д6, Ферзь А6, шаг, король Б2, Ферзь Д3. Каруана, конечно, согласен на повторение ходов. Он уже понял, что больше ничей тут не получит. Но непомнящий, конечно, понимает, что его позиция выиграна. И играет Д7. Король А7 сыграли черные, защищаясь от шага по восьмой линии. С4. У белых есть еще одна проходная пешка. А у черных не хватает фигуры. Кроме того, пешка Е не опасна. Дал шаг Каруана. Король А3, Ферзь Ц2. И после точного Ферзь бьет Ф6. Американец сдался. Действительно, после взятия белого Ферзя он на полхода уходит с доски. Появляется на Д8. И в итоге у белых целых две лишних фигуры. Вот такая титаническая борьба двух очень сильных гроссмейстеров современности. Которые по праву входят в мировую десятку по рейтингу. Вначале Каруана переигрывал непомнящего. И казалось, вот-вот выиграет партию. Но все-таки нужно было нанести решающий удар. А прицел у американца в этой партии сбился. Непомнящий же в итоге воодушевился. Ответил несколькими точными ходами. Сумел отбить атаку американского шахматиста. И сам одержал победу. Очень интересная партия. Благодаря которой непомнящий в итоге становится лидером данного турнира. Имея 100% результат. 2 из 2. Конечно, все самое интересное впереди. И на канале Шахматы для всех мы с вами тоже увидим немало разборов интересных партий этого турнира. Надеюсь, что данное видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал Шахматы для всех. Оставляйте свои комментарии. Спасибо за внимание. До свидания.